всем привет хочу показать вам вот такую красотищу которую мне расцвела на днях это клеродендром угандийский голубые бабочки прям настоящие бабочки стрекозки кто как видит очень красивая вот на всех веточках образовались бутончики будет свести потому что я ему в этом году правильную зимовку устроила обрезку сейчас расскажу немножко как я за ним ухаживаю вот такой он у меня огромный ему приблизительно 7 лет и скажу вам честно что я научилась за ним ухаживать не сразу имеется ввиду чтобы он у меня каждый год свел это получилось у меня не с первого года не со второго и даже не с третьего что хочу сказать что клеродендромом за всех я не буду говорить потому что у меня только угандийский был еще томсона но я от него избавилась так как он у меня не цвет без конца скидывал листья но ему тоже нужна была правильная зимовка и все все такое обрезка как-то я от него решил избавиться от томсона а угандийскими очень нравятся эти голубые бабочки шикарнейшие и я с ним не расстанусь никогда в общем-то рассказываю про уход обрезка ему нужно каждый год один раз в год хотя бы это весной обязательно после того как у нас цветет вот примерно феврале крайнем случае в марте вообще можно конечно даже уже в январе в середине с января по март но если кто-то опоздал можно еще в апреле обрезать обрезка получается с января по март и обязательно пересадка можно подождать недельку после обрезки а можно сразу пересадить если у вас растение здоровое и будет вам счастье будет он у вас свести потому что клеродендром угандийский цветет на молодых побегах после обрезки именно обязательно я его держу в прохладе зимой меня стоит на окне в зале около балкона там прохладненько дует ветер постоянно как бы немножечко продувает даже прохладно на окне в общем то и желательно конечно ему подсветку зимой обеспечить в прошлом году у меня под подсветка зимовал но в этом году без подсветки будет на подоконнике тоже можно самое главное чтобы было прохладно потом уже где-то с месяца апреля я его выставляю на балкон балкон у меня немножко утепленный и с апреля месяца он у меня стоит по ноябрь на балконе свести он начинает в конце лета у меня почему-то либо в июле либо в августе даже и вот сейчас вот у меня первый год конечно он так в ноябре цветет обычно он где-то ну в сентябре прекращал цветение в сентябре в крайнем случае в октябре но в ноябре он у меня никогда не цвел впервые такая красота потому что я его позапрошлый год обрезала прям шикарно так практически под ноль все побеги я ему срезала был совсем короткий вот это все наросло стоял на балконе на прохладе ему это очень нравилось и вот теперь он у меня закладывают бутончики на каждой веточки вот тут тоже новая веточка там тоже будут бутушки и где-то я еще увидела вот еще веточка новая и там уже бутоны плохо фокусируется но все равно видно немножко вот тоже веточка с бутончиками немножко не передает оттенок камеру но совсем чуть-чуть у него чуть-чуть потемнее бабочки вообще-то вот здесь наверное даже передается оттенок темно-синие такие обычно на балконе когда стоит летом они светло-голубые прям светлые светлые еще светлее чем вот этот тон который показывает сейчас камера в ноябре получились почему-то вот такие вот темные темно-темно-синие но это еще не такие темные получаются у него как бы видите внизу цветочек темно-синие по бокам крылышки светлее безумно красиво жалко что не стоит в середине комнаты и мы не любуемся это красотой проходя мимо стоит на подоконнике потому что ему нужен свет она подсветку на полке у меня конечно же не поместится потому что у меня здесь расстояние совсем небольшое а он наверное около полтора метра в высоту он конечно вот такой вот растрёпыш немного я даже не знаю как его сформировать правильно можно конечно было накручивать постоянно на опору но это немножко опасно могут сломаться ветки поэтому я как-то дала ему расти произвольно как он хочет грунт универсальный с добавлением перлит или вермикулита на дне дренаж полив кстати любит частый подсыхать ему нельзя давать поливая его часто он водохлеб и не сказала еще что он любит солнышко у меня юго-восточные окна ну конечно летом паленое солнце прям такое паленое нельзя немножко притянять а так вообще солнышко он переносит хорошо ему даже полезно так он возможно и побыстрее бутончики наберет если солнце будет много а еще естественно нужно удобрять я его чаще удобрять начала раньше реже удобрела удобрение универсальное для декоративно-лиственных это когда в период в период нет цветения а роста листьев а потом уже ближе к лету можно начинать для цветущих чтобы он закладывал бутончики на этом наверное буду заканчивать видео этой красотой конечно можно любоваться вечно желаю всем здоровья благополучия до свидания